В рабочем поселке Таврическое Омской области с 16 по 20 августа за звание чемпионов страны по русской лапте боролись юниоры. Соревнования проводились среди юношей и девушек 15-17 лет. Участие в турнире приняли команды из шести регионов страны. А местом интереснейших баталий стал один из лучших спортивных объектов Омской области – стадион 30-летия Победы, который был отреставрирован к главному летнему сельскому празднику – королеве спорта. Меня удивило то, что такой провинциальный поселок, вроде Таврическое, имеет такую, я не знаю, практически на уровне мирового стандарта газон. Тут можно очень крупные мероприятия проводить, даже на международном уровне. В женском турнире в два круга первое место по итогам соревнований заняла сборная Томской области. Уступили чемпионкам по количеству набранных очков лаптистки из республики Башкортостан. Лапта требует не только каких-то там физических нагрузок, но еще и достаточно много умственных. Как бы надо думать и бегать и прыгать, и это очень интересно. Для нашей команды это как бы лишний опыт, это во-первых. А во-вторых, это, конечно же, возможность поиграть, так как мы все лето готовились, тренировались. Ну, и у нас как бы ближайшие соревнования намечаются, также первенство в республике. Сразу, как мы приезжаем домой, у нас буквально через пару дней снова новое соревнование. Финал первенства России среди юниоров получился очень упорным. Сборная Омской области 2 переграла в решающем поединке команду Тюменской области 32-30. Золотые медали нашим ребятам достались в тяжелой борьбе, но они бились до конца и по праву заслужили эту победу. Итак, время и победим! Готовились долго, победа значит для нас все. Первый раз становимся чемпионами России по русской лапте. Из самых лучших ребят в нашей области, то есть мы собрали эту команду. То есть ребята уже играют на уровне взрослых, на королевах спорта, поэтому я обращал внимание сразу на этих ребят и брал их в команду. И сплоченность коллектива к концу турнира как бы нас не подвела, ребята, то есть отыграли каждый зам за себя из-за того товарища, как говорится. И вот он, залог успеха у нас получился. По накалу страстей нынешнее первенство России специалисты назвали мини-чемпионатом мира. Юные спортсмены стремятся к наивысшим результатам. А первые уверенные шаги к большим победам делают уже сегодня. Победители и призеры первенства получили заслуженные награды, а лучшие бомбардиры команд отмечены отдельными призами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА